Привет, Библия! Тема. История Авраама о начале веры. Текст. Бытие. Глава 12, стихи 1 по 9. Есть человек, которого называют отцом веры. Это Авраам. В Бытие 11 записано две вещи об Аврааме. Во-первых, Авраам покинул свой родной город Ур-Халдейский и отправился в Харан, находящийся в сотнях километрах от Ура. А отец Авраама, Фара, умер в Харане. Во-вторых, Библия говорит, что у жены Авраама, Сары, не было детей. Сегодняшняя проповедь начинается с этих двух эпизодов. Бог сказал Аврааму, который покинул свой родной город, потерял отца и не имел детей. Пойди из земли твоей, землю, которую я укажу тебе, и я благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и благословятся в тебе все племена земные. Какое благословение дает Бог тем, кто покинул родной город, потерял отца и не имел детей? Авраам услышал Слово Божье и сделал то, что Бог сказал. Однако Аврааму было нелегко переехать из благополучного города, где было все, в новое место, где безопасность не гарантирована. В то время люди нечасто проявляли гостеприимство к незнакомцам. Авраам много раз переезжал, потому что Бог продолжал говорить Аврааму идти в чужую землю. Когда Авраам поселился на одном месте и стал комфортно жить, ему пришлось снова уйти в новое место, следуя Слову Божьему. Возможно, Слово Божье было услышано Авраамом таким образом. Когда он шел в место по Слову Божьему, снова Бог говорил с ним. Затем он снова двигался согласно Слову Божьему. И снова Бог говорил ему, куда ему идти. Кажется, что Бог больше говорит с теми, кто повинуется его словам. Поскольку Авраам всегда повиновался Слову Божьему, он мог слышать Слово Божье больше, чем кто-либо другой. Авраам стал отцом веры, потому что он неоднократно слушал Слово Божье и повиновался Богу. Авраам всегда звал имя Господа, когда приходил на новое место. Призывать имя Бога означает, говоря современным языком, что он хвалил и молился. В чужих местах он звал имя Господа, прославлял Бога и поклонялся Богу. И что более удивительно, так это то, что Бог сделал имя Авраама более известным и драгоценным, чем любое другое имя в мире. Дорогие дети, я желаю, чтобы вы помнили, что Бог говорит с нами так же, как Он говорил с Авраамом. И Бог больше говорит тем, кто Ему повинуется. Продолжая разговор с Богом, разве это не величайшее благословение, которое Бог дал Аврааму? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok